Чем дальше, тем длиннее становятся наши уроки. И я очень надеюсь, что ты делаешь паузы, делаешь гимнастику для глаз, танцуешь или выполняешь какие-то упражнения. Это обязательно необходимо делать для того, чтобы ты сохранил свое здоровье и тебе хватало сил на любые проекты. Ну а в нашей следующей части, во второй части урока по созданию и редактированию спрайтов, мы изучим, что бывает графика под названием «Векторная» и сделаем анимацию «Кот гуляет с мечом». Конечно же, мы изучим новые инструменты и повторим те, которые нам уже известны. Сначала пару слов о том, что такое векторная графика. Я не буду очень много тебе объяснять, потому что, когда ты будешь учиться в старших классах или в университете, ты лучше узнаешь, что такое вектор. Это математическое понятие, этим занимаются в основном математики и физики. И для того, чтобы просто понять, что такое векторная графика, я тебе скажу, что вектор – это направленный отрезок, то есть отрезок, у которого есть какое-то направление. А в векторной графике это используется для того, чтобы рисунки получались более плавными, скажем так. Сейчас я тебе покажу, чем отличается векторная графика от другого вида графики. И для работы с векторной графикой у нас есть специальные инструменты. В конце первой части урока мы как раз-таки работали именно с векторной графикой. Давай перейдем в Scratch, и на примерах будет проще тебе объяснить, что такое векторная графика и чем она отличается от всех других. Возьмем опять же нашего кота. У него есть костюмы, и его костюмы, и он весь сам сделан в векторной графике. Откуда я это знаю? Во-первых, у нас здесь есть подсказка. Внизу написано «Векторный режим». Это как раз-таки означает, что мы работаем в режиме векторной графики. И еще все инструменты, панели инструментов рисования в векторной графике у нас всегда находятся справа. И мы видим, что здесь есть вот эти вот маркеры какие-то. Мы уже с тобой немножко поработали. Мы можем выделить объект, его переместить. Код наш состоит из некоторых частей. И, допустим, мы можем разгруппировать, разделить его на части. И вот у нас появляются уже отдельно лапы с животом. Верну, не буду совсем его раздирать. Другая лапа. И мы можем его немножко модифицировать. Например, я хочу продублировать костюмы. Вот он у меня разобран. И добавить еще один костюм, где, например, вот эта лапа будет еще повернута сильнее. Вот как-то так хочу сделать, чтобы он быстрее бежал. Хочу сделать еще один костюм, где будет у него лапа другая поднята выше. То есть мы можем сделать все, что угодно. Мы можем его перекрасить. Допустим, вот эту еще лапу я сейчас немножко поверну, смещу. И у нас уже появится несколько костюмов разных состояний. Ну вот здесь можно по логике вещей поменять местами. Да, вот сейчас я поменяю их. Вот так, меняйся. Кто-то не хочет меняться. Раньше менялась. Ну ладно, не получилось. Ничего страшного. Может быть вот сейчас. Не хочет. И сейчас, допустим, если... Не важно. Если мы сейчас добавим смену костюмов, ты уже знаешь, как это делается. Да, следующий костюм сделаем. Запустим. То вот у нашего кота уже больше костюмов. И он как-то по-другому двигается. Но опять же, поскольку это происходит очень быстро, нам сложно уловить, какие происходят изменения. Если мы сделаем помедленнее, то вот видно, как меняются костюмы. Да, то есть костюмов стало больше. Что еще хорошего в векторной графике? Мы можем, опять же, вот когда у нас объект разгруппирован, мы можем его легко перекрашивать. По кусочкам. Например, кто-то хочет не рыжего кота, а черного кота. И поэтому мы берем и закрашиваем. Главное попасть кончиком. Вот сейчас я увеличу. Пролесну. Вот кончиком вот этого инструмента заливки. Вот этого вот ведра. Когда черным заливаешь, не видно. Я сейчас выберу другой цвет. Вот видно. Видишь, на желтеньком. Видна банка с краской. Нам обязательно нужно попасть в нужное место. Потому что, видишь, можно даже залить линию. Но линию нам не надо заливать. Нам нужно только вот то, что мы хотим. Или сделать, допустим, хвост с желтым. В общем, сделать таким его разноцветным. Все, что хочешь, можешь делать. Что еще хорошего в векторной графике? Как я уже сказала, она отличается от других видов графики тем, что наше изображение более плавное. Почему? Потому что они описаны специальными математическими формулами. И компьютер, когда рисует картинку, он ее пересчитывает каждый раз. И вот если мы сейчас кота увеличим, сделаем вот таким большим, то он по-прежнему остается красивым. Все линии гладкие. То есть нет никаких разрывов. Вот чтобы каждый раз не выделять, мы можем сгруппировать. И теперь он весь целиком, чтобы по частям его не разделить. Вот он такой весь красивый. А если мы сделаем это же в режиме, который называется растровый, вот мы можем нажать на кнопку конвертировать в растровую графику. И у нас уже растровый режим. И ты видишь, вот у нас инструменты, все панели инструментов слева теперь размещены. Уже видно, что наш код стал таким более в точечке. То есть он нарисован точечками, растром. Это изображение, состоящее из множества точек. И все фотографии, которые ты делаешь на фотоаппарат, они тоже все растровые. Векторная графика может быть создана только на компьютере с помощью специальных инструментов. Ну и если мы сейчас возьмем и выделим этого кота и начнем его увеличивать, то вот эти точечки, пиксели, они еще сильнее становятся видны. Потому что они тоже увеличиваются. Вот сейчас я его постараюсь увеличить точно так же, как тот костюм, который был в векторном режиме создан. И ты видишь, что вот здесь у нас такие появились пиксели. Это растр, это растровая графика, а вот это вектор, векторная графика более такая гладкая. И когда мы добавляем новые объекты, новые спрайты, то у нас есть библиотека и тип растровый и векторный. Вот мы можем выбрать все растровые, они такие больше вырезанные из разных картинок. Вот смотри, видишь, тут особенно видны вот эти вот все вещи. И растровые картинки, они хороши тем, что в основном вот они как бы части фотографий. То есть вот реальный человек сфотографирован, его просто вырезали из фотографии и добавили. Вот даже белку вырезали. А векторный, еще раз повторяю, его можно нарисовать только на компьютере. И он более такой, скажем, аккуратненький, сглаженные такие линии. И, соответственно, редактировать его иногда немножко проще, потому что в векторной графике у нас есть вот эти вот элементы, на которые мы делим. Они разделяются как бы по слоям, то есть нужно переместить, вот так вот по частям разобрать. А здесь мы так уже не сможем сделать, мы сможем выделять только какие-то кусочки и вот так не очень красиво их отрывать. И если мы что-то начнем, я верну, что же у меня тут получилось непонятное, как-то он продублировал и не хочет возвращать. Ну ладно, давай сделаем вот так. Вот это я просто выделю и удалю. Делит нажму, что-то он удаляет. Вот удалилась. Это бывает иногда в редакторе, особенно в онлайн. И здесь, когда мы начнем что-то рисовать, другое, например, кисточкой. Сейчас я сделаю потолще, чтобы было видно. Вот, допустим, мы закрасили и уже мы не можем сместить столько часть, да, то есть мы все равно вот уже одно изображение на другое накладывается. Ничего, к сожалению, не получается хорошего от этого. А в векторе, еще раз повторю, мы можем части вот так вот перемещать. Очень удобно. Можно их делать чуть-чуть друг над другом, повышать вперед на слое. Вот я хвост сделала над всеми лапами. Или хочу лапу, чтобы она была над хвостом, то есть на слой. Хочу этот вот слой поместить так вот под все лапы. Ну, конечно, я здесь делаю ерунду для того, чтобы тебе показать, что в векторном режиме у нас есть свои возможности. И они порой получаются даже более удачными и удобными именно для редактирования картинок. Ну, и еще есть такая штука, как дело вкуса. Кому-то больше нравится векторная графика, кому-то растровая. Все это зависит еще от того, что интересно. Это то, что касается векторной графики. Ну, и как я сказала, задача нашей второй части, это еще разработка анимации под названием «Кот гуляет с мечом». Сейчас мы перейдем к этому заданию. Но прежде я тебе рекомендую поставить видео на паузу и поработать с инструментами рисования векторной графики. Еще раз повторить, как и что можно сделать. И посмотреть, чем отличаются векторные спрайты от спрайтов растровых. Для того, чтобы ты ориентировался в инструментах и в самих этих терминах. И возвращайся, продолжим работу. Ну что ж, ты изучил инструменты векторной графики. Понял на практике, чем она отличается от растровой. Пока я говорю, я тебе рекомендую немножко посмотреть в разные стороны, чтобы твои глаза немножко отдохнули. Посмотри вдаль, посмотри перед собой, посмотри вправо, влево, вверх, вниз. Поморгай немножко, повращай глазами. Обязательно, чтобы они немножко отдохнули. Я вместе с тобой это делаю. И мы с тобой сейчас приступим к созданию анимации под названием «Кот гуляет с мечом». Начнем с того, что я покажу пример этой анимации на сайте Scratch. И под этим видео я размещу тебе ссылку на этот проект, чтобы ты тоже мог его посмотреть. Вот этот проект на сайте. Здесь ты видишь, что есть комментарии в коде. Постепенно ты становишься уже более опытным программистом. И ты сможешь изучать существующие проекты. Читая внимательно комментарии, рекомендации, изучая их. И ты научишься программировать еще лучше. Но сейчас я запущу анимацию, чтобы мы вместе посмотрели, как она устроена. Ну и для того, чтобы было веселее, интереснее, я ее разверну на весь экран. Вот так вот. И запущу. Вот наш кот. Он идет, подфутболивает мячик. Рядом с ним почему-то постоянно танцует динозаврик. И еще, кроме всего прочего, вот идет и меняется фон сцены. Он как будто бы переходит между уровнями. Давай прям по этому примеру разберемся, как тут что устроено и как это работает. Первое, самое простое. Посмотрим на динозаврика. Он здесь добавлен просто для примера. И написано, для того, чтобы ты запомнил все, что это самый простой способ анимации смена костюмов. Такую анимацию называют покадровой. В данном случае у нас смена костюмов это то же самое, что смена кадров. И наш простой скрипт, который ты уже можешь написать в любое время, даже если тебя разбудят в середине ночи. Мы просто меняем костюм и немножко ждем для того, чтобы анимация была более естественная. Иногда, если у нас костюмов много, то это не нужно будет. Мы тоже рассмотрим такой пример. И для тех, кто захочет решить сложную задачу, есть задание. Сделать так, чтобы динозаврик танцевал только на пляже, а на других фонах пропадал. Но это сейчас не торопись делать, потому что, возможно, у тебя недостаточно знаний. Если не получится, не огорчайся. Это для тех, кто постарше, для тех, у кого больше опыта программирования. А то, что касается кота, здесь написано тоже задание. Нужно изучить скрипты каждого спрайта и сцены. Оказывается, у сцены тоже есть скрипты. Давай выберем сцену. Вот они. Мы с ними еще разберемся. И еще сказано, что у этого кота особые костюмы. Мы сейчас откроем вкладку костюмы, которые мы уже знаем. И посмотрим, как эти костюмы сделаны. А потом сделаем аналогично свои. Ну и потом разберемся со скриптом. Давай посмотрим, какие у нас костюмы. Оказывается, у нашего кота костюм комбинированный. Мы взяли спрайт кота и к этому спрайту добавили еще спрайт меча. Этот спрайт меча мы можем найти вот здесь. Как же это сделано? Давай перейдем в новый проект. Ты можешь это сделать в новой вкладке, если ты этот проект открыл по ссылочке. И посмотрим. Вот я вернусь к тому, что мы здесь экспериментировали. Поскольку я дублировала костюмы, я могу вот эти ненужные удалить. А те два, которые были, оставить. Поэтому я их возьму, закрою. Вот. И у нас два костюма, которые уже были. Как к существующему костюму добавить еще тоже спрайт. Это мы можем сделать очень просто. Мы должны нажать здесь вот на кнопочку добавить. Здесь мы можем добавлять, выбирать костюм из библиотеки. Я тебе рекомендую самостоятельно потренироваться, попробовать. То есть ты сможешь, допустим, добавить еще какой-то костюм из библиотеки. Ну давай все-таки я сделаю, чтобы ты увидел сразу разницу. И выберу, чтобы у нас был, допустим, вектор тоже. Вот в любой костюм. Вот видишь, он появился отдельно. То есть это дополнительный костюм. Он нам не нужен. Я его уберу. А нам нужно внутри костюма добавить что-то еще. Поэтому мы будем использовать кнопку добавить. И вот сейчас мы можем выбрать предмет. Кто хочет желтый шарик, ну давай мячик. Давай выберем вот какой-нибудь такой. Или голубенький для разнообразия. И у нас здесь появился в костюме еще один элемент. Он попал прямо в середину. Мы можем просто его в векторном режиме это сделать очень легко. Мы можем его просто выделить и сдвинуть. В растровом это может получиться не так быстро и красиво. Я уже объясняла почему. То же самое нужно сделать со вторым костюмом. Мы тоже нажимаем добавить. Выбираем предметы и этот же мячик. Теперь нам осталось разместить мячик рядом с лапой кота. Так, чтобы при смене костюмов было ощущение, что кот его действительно подфутболивает. Давай подумаем, каким образом это лучше сделать. Ну, наверное, мне кажется, можно даже мячик уменьшить. Ну, хотя, чтобы сейчас не ошибиться, мы его оставим прежнего размера. Ну, вот у нас мячик должен быть где-то близко к лапе, когда он его подфутболивает. А вот здесь уже лапа, когда вытянута, он уже подфутболил. И, соответственно, мячик может вот так быть в стороне. Давай посмотрим. Вот я быстренько меняю. Ну, очень похоже на то, что он как будто подфутболивает. Единственное, есть маленький момент. Сам кот как будто подпрыгивает. Поэтому вот я немножко мячик подниму, наверное. Ну, посмотрим сейчас. Сделаем скрипт. И увидим, насколько хорошо у нас получилось. А скрипт у нас уже есть. Поэтому мы можем вот так вот сделать. Ну, вообще похоже, да? Здесь у нас меняется костюм. А нам надо, чтобы еще кот перемещался. Давай вернемся к примеру и посмотрим скрипты кота. Все здесь в одном скрипте. И мы сделаем точно так же. Что у нас есть? У нас есть смена костюма. Есть ждать 0,3 секунды. И дальше идти. Ну, и мы добавим идти. Чтобы было место коту, вот так вот мы его и отправим. Вот он идет и подфутболивает мяч. Можно улучшить немножко анимацию, потому что все равно мне кажется, что он как будто подпрыгивает. Возможно, здесь надо сделать вот как-то так. Давай посмотрим. Ну, или... Стой. Или вот все-таки в этом кадре, да? Он как будто бы выше. Мы его немножечко опустим. Ну-ка. Да, вот так вот мне больше нравится. Опять же, ты можешь сделать так, как больше нравится тебе. И у тебя, скорее всего, получится еще лучше. Итак, мы сделали, что наш кот идет. Но он идет слева направо, а в нашем примере он идет и сменяются фоны. Давай еще раз посмотрим. Вот он доходит до края сцены. И раз, сменился фон. То есть он перешел, допустим, в комнату с улицы. Нам тоже нужно это сделать. Как мы это будем сейчас делать? Во-первых, нам нужно на сцену добавить фоны. Поэтому мы это сейчас и сделаем. Нажала я почему-то не на ту кнопку. Выберем фон из библиотеки. Какие тебе больше нравятся? Фоны мы добавим. Вот мне почему-то хочется еще вот этот. Ну и еще один. Допустим, вот этот. Вот у моря мне нравится. Окей. Посмотрим фоны. Вот раз, два, три, их четыре. Ну, белый нам не нужен. Иначе будет как-то не очень красиво перепрыгивать на белый фон. Поэтому мы его закроем. Да? Вот так. Самый простой способ смены фонов мы, конечно, можем реализовать в скрипте самой сцены. Как мы это сделаем? Когда я щелкну по флажку, фон, управление всегда и внешность. Так же, как меняли мы костюмы, следующий костюм у нас была команда, здесь можно использовать команду следующий фон. И чтобы это не происходило слишком быстро, сейчас я запущу, увидишь, что будет. Вот такой кошмар. Конечно, нам нужно ждать. И, возможно, даже не одну секунду, а побольше. Но если одну секунду, то вот пока код идет, несколько раз меняется сфон. Тоже нас это не устраивает. Наверное, здесь надо секунд семь ждать, а может быть и больше. Вот уже как-то получше выглядит это все. Но это не совсем совпадает, во-первых, с тем, как идет код, а во-вторых, вот у нас код уже дошел до конца, и только хвост мы его и видим. Нам нужно что-то с этим сделать. Нас это не устраивает. Поставим кота на место. И я сейчас покажу тебе еще один интересный фокус, с помощью которого ты сможешь совершенствовать свою игру. В данном случае это у нас простая анимация, но можно будет потом в какой-то игре эту анимацию использовать. А сделаем мы смену фонов по событию. Будем проверять, касается ли наш код края сцены. Ну, у сцены есть 4 края, но он у нас, поскольку идет слева направо, он всегда будет касаться этого края. Но прежде чем еще это сделать, нам нужно сделать так, чтобы запомнить его положение вот здесь, чтобы каждый раз он начинал вот из этого левого угла идти. Для этого у нас есть команда, которая называется «Перейти». И есть вот «Перейти в x, y». Что такое x и y, я пока объяснять не буду. Мы просто запомним эту команду. Мы ее возьмем и поставим вот сюда. И всегда в начале игры наш код будет переходить сюда. Вот давай посмотрим. Вот он у нас идет. Пока обработка касания края у нас не выполняется, но если мы нажмем на флажок, то код начинает идти вот из левого угла. И это очень хорошо, потому что эту команду мы сейчас сможем использовать второй раз. Но прежде чем это сделать, нам нужно поставить проверку. Если то, то есть проверить, если наш спрайт кота касается края, то он должен перейти вот в этот левый угол. Касание у нас в сенсорах, надеюсь, помнишь. И здесь у нас есть параметр «Край». Возможно, кто-то уже попробовал поработать с этим параметром. И сейчас мы возьмем вот эту команду и продублируем. Правда, дублируется в скретче все, что ниже этой команды, поэтому нам нужно все, что ниже, убрать и оставить только вот эту первую. Вот таким вот образом. Давай посмотрим, получилось или нет. Пока на смену фонов не обращаем внимания. Ну вот он дошел до края и вернулся в левый угол. Давай я отключу смену фонов, нам это не нужно. И запущу еще раз. Вот он идет. С одного края к другому краю. И чтобы он не прятался, раз он начинает идти с той позиции, на которой он начинал идти. Сейчас, я думаю, мне стоит поставить видео на паузу, для того, чтобы ты выполнил все то, что я только что объяснила. Я уже много чего объяснила, поэтому немножко повторю. Нам нужно подредактировать костюмы кота, добавив с помощью кнопки добавить ему мячик, сделать два кадра, как будто бы он мячик подфутболивает, и сделать скрип для нашего кота таким, чтобы он менял костюмы и шел, и обрабатывал касание края сцены, и переходил в левый угол. Чтобы эти координаты у тебя появились, вот эти две цифры, ты должен сделать следующим образом. Сначала поставить кота в нужное место, а потом уже перетаскивать команду с этими координатами. Здесь скретч автоматически их поставит в нужные значения, в нужные цифры. И тебе не надо будет задумываться, что здесь нужно писать. Ну что, я желаю тебе успехов. Сделай вот эту часть и возвращайся. Эта часть урока еще больше, чем предыдущая, и мне все-таки хочется еще раз напомнить, что нужно сделать гимнастику для глаз. Поэтому постарайся поставить видео на паузу, и с помощью наших упражнений, ты их уже знаешь, выполнить гимнастику. Можешь одновременно немножко размять руки-ноги, встать, повращаясь головой, для того, чтобы тело работало. И через минуточку переходи уже к следующей нашей работе в этом же видео. Можешь еще раз сравнить свой скрипт с тем, который написан здесь у меня. И теперь мы сравним этот скрипт с тем, который мы брали в качестве примера. Чем они отличаются? У нас есть все те же команды. Проверка, если касается края. И здесь вот команда синенькая. Установить х, а у нас перейти в х, и то, и другое правильно. Поэтому можешь сделать или так, или так. Кто знает, что такое координаты, наверное, нет смысла объяснять, что это такое. Но еще раз повторю, в следующих уроках я о координатах расскажу более подробно. Отличаются наши скрипты лишь тем, что здесь происходит еще и смена фона на следующий фон. И логично, да, если наш код коснулся края, то нужно сменить фон. Давай так и сделаем. Берем внешность, и здесь у нас вот есть команда сменить костюм, следующий костюм, и есть сменить фон. На какой? Здесь вот в отличие от команды следующий костюм, мы можем выбрать параметр следующий фон. Вот так вот. То есть у нас будет скрипт не в сцене работать, а при проверке условия у спрайта. Давай проверим. Коснулся края, сменился фон. Вот наш код прогуливается с мячом на побережье, на поляне. Сейчас он придет домой. И ты можешь добавить сколько угодно фонов. Код будет гулять по разным фонам, как будто бы будут меняться уровни твоей игры. Но в данном случае это всего лишь анимация. Что еще у нас есть в примере? В примере, я уже говорила в начале, у сцены тоже есть скрипты. Давай ты их сам изучишь и сделаешь то же самое, что здесь в примере. Прочитаешь вот эти вот комментарии и задания. И проверишь, как это работает. Я желаю тебе успехов. И до встречи в очередной части этого же урока, в которой мы разберемся с растровой графикой. И сделаем еще одну интересную анимацию.